Ну здесь спрашивают насчет активации церквей, принятых в школы и тому подобное. Понимаете, да, это происходит, видите, навязали уже, что и в церкви, хотя согласно Конституции свобода вероисповедания и свобода совести есть, так? То есть никому не могут навязывать ничего, но церковь нарушает этот закон Конституции. В принципе, нужно рассмотреть с этой точки зрения, потому что нельзя против воли человека, особенно детям, которые не в состоянии еще сами разобраться, навязывать им против доброй воли какие-то представления. Я в этом убежден. А что противодействие этому? Пропаганда. Пропаганда, пропаганда, то есть разоблачение тоже церкви. Вы знаете, как, достаточно посмотреть, как живут церковники, что они едят и на чем они ездят, для того, чтобы понять, что они с собой несут. И поэтому им действительно, для того, чтобы жить лучше и жирнее, им нужна новая паства. Вот они идут в школы. Понимаете, а я получил одно письмо, давно уже, когда один парень написал, что он, как говорится, его бабушка готовила Пасху на Пасху весной, и всю ночь стоялась на Пасху, и батюшка принесла Пасху, а ему было любопытно, что-то там произошло, и он перейдет в забор, и увидел, как батюшка скрамливал и бабушкину Пасху, и всех остальных своим свиньям. Сминей кормил. И вот после этого у него полностью отбилось отход, ходить в церковь, верить в то, что происходит. Понимаете? Вот хороший пример. Потому что служение, как говорится, они не Богу служат, они золотому телецу служат. Хотя это тоже Бог, помните же, Ехвеже. Это же золотой телец.